В Найшере было принято решение провести серию концертов «Золотые куты. Ностальгическая музыка» для всех жителей этого города. Этот проект был отдан Амутебова Финтербути и первый концерт, который прошел, он назывался «Алиха Бахалум» или «Мелодия мечты». Это были песни на разных языках, из репертуаров известных певцов и были приглашены джазовые музыканты, популярные артисты. С нами был оркестр Слуцкого, у нас пел Ави Вентура. И вот сегодня мы провели второй концерт. Второй концерт – это «Золотые хиты» всех времен, 70-х, 50-х, понятные израильтянам, понятные новым патриантам, понятные всем жителям города. Что приятно отметить, что на наших концертах половина зала – это не только русскоязычные жители Нешера. Следующий концерт мы планируем с включением фламенко. Будут настоящие исполнители фламенко, будут популярные песни, будет, конечно же, гитарист-виртуоз, будут танцы, будут музыка. И поэтому я очень хочу пригласить всех, кто любит музыку фламенко или кто любит темпераментное и зажигательное пение и танцы, на этот концерт. Концерт будет посвящен Новому году, и поэтому мы сделали новый формат. Сначала он начнется в фойе, мы немного потанцуем, мы разыграем призы и подарки, а затем пройдем в зал и на фоне прекрасно выполненной мультимедийной декорации мы посмотрим этот замечательный концерт. Нам понравился формат делать два в одном, то есть перед концертом устраивать выступление в фойе. Поэтому 21 числа мы повторим этот формат, но для детей. Мы всех приглашаем 21 декабря на предохолокальное представление. Сначала дети могут сделать разные поделки, будут мастера, которые работают с баллонами, будут мастера, которые делают аквагрим, будут аниматоры, которые с ними поиграют. И потом дети посмотрят цирковое представление, также с большими куклами, очень много артистов на сцене, специальный свет, специальная музыка. То есть это мероприятие для всей семьи. Три мероприятия для взрослых у нас платные, для детей мы делаем бесплатно. Это создает определенные проблемы. То есть зрители, которые хотят попасть в зал, они должны явиться ровно к началу представления. Количество мест ограничено. Понятно, что тот, который придет за 15 минут до того, как начнется, имеет большие шансы побывать на цирковом представлении. Если приходят после 5.30, значит только выступление. Потому что мы хотели охватить всех жителей города, но, к сожалению, зал, который мы получили, обещает всего 200 мест. Вот так. Вот, это большой проект именно для города Мэшера. Параллельно у нас идет большой проект в городе Брэйч-Шемеш. Мы в декабре как будто работаем с концертами и с детскими представлениями в городе Модиин. В Хайфе, в театровых инфа, у нас состоится детский спектакль. Все приходите, хороших праздников и ждем. Спасибо.